Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. И буквально два слова еще по поводу Байдена, прежде чем мы примем звонок. Он заявляет о том, что срубежные лидеры, лидеры европейских стран просто умоляют его, чтобы он принял участие в президентской гонке против Дональда Трампа. И я вполне допускаю, что он не лжет, потому что европейским лидерам нужен такой, как Барак Обама, который бы в ущерб интересам Америки отстаивал интересы всех европейских, азиатских или африканских, или ближневосточных стран, чтобы ездил, извинялся за то, что Америка вот такая плохая и так далее. Я думаю, что он не лжет. Я думаю, что о таком лидере мечтают все прогрессивное человечество. И я вспоминаю сакраментальную фразу Дональда Трампа по этому поводу. Он сказал, меня избрали президентом Соединенных Штатов, поэтому для меня интерес Америки прежде всего, как, собственно, и интересы каждого руководителя любой страны должны быть на первом месте. Это поразительно, когда за это заявление на него накинулись. Потому что, а что, президента Франции избрали, чтобы он был президентом Англии? Или президентом, я не знаю, там, Малайзии избирают, чтобы он руководил кем? Ближним Востоком? Полная хинея. Тебя избрали для того, чтобы ты беспокоился и заботился о определенной стране. Если для того, чтобы эта страна хорошо жила, тебе нужно устанавливать нормальные какие-то связи, балансы и прочее, и помощь другим странам, окей, устанавливай. Но твоя задача – это заботиться о благе твоей страны. Точка. Давайте, принято звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый НООН, как вы считаете, что преследует Путин, развивая паспорта России в Лугандонщине? Какие его цели? Вот не совсем понятно. Спасибо большое. Ну, мы не можем, конечно, залезть в голову людям. Во-первых, есть вариант того, что это делается потому, что это понравится населению страны. А у него рейтинг сейчас достаточно серьезно пошел вниз. И экономически он не может им ничего предложить. Поэтому надо предлагать что-то на фронте патриотическом. С другой стороны, может быть, в далеких планах России провести такой же референдум, как был проведен в Крыму. С третьей стороны, просто возбудить украинское руководство на какие-то ответные действия. А потом кричать, что это их действия. Я не представляю себе. У Украины есть достаточно хорошие, много достаточно хороших ответов на это. Один первый, который приходит в голову, это выпуск закона или президентского подзаконного акта, в котором говорится о том, что если у кого-то есть двойное гражданство, то есть два гражданства полученных, украинское и российское, то такие люди не имеют права проживать на территории Украины. Точка. Не знаю, еще там какие-то. Может быть, вот это нельзя делать, то, что я сейчас сказал. Но что-то такое, можно всегда выдумать, что если ты без разрешения Украины получил это право, то ты должен нам заплатить за это 150 тысяч или, знаю, там, доллар. Чего-то такое есть всегда. Что легко решить эту проблему, ну, по крайней мере, в головах у тех же самых украинцев, которым, с моей еще точки зрения, еще раз надо заниматься тем, чтобы строить капитализм там, в своей стране. Нормальный, свободный рынок. И заложить основу того, чтобы и это государство стало в самое ближайшее время прекрасно развитым, в котором было бы хорошо жить и в которое мечтали бы попасть обратно Крым, Донецк, Луганск и все пограничные российские города. Вот это, вот это будет ужасно для России. Несколько слов о экономике США. Вышли последние данные. За первый квартал 2019 года там более 3% рост. 3,2. 3,2%. Хотя все эксперты предполагали, что это будет 2,5% чуть ли не рецессия. Все думают, что будет замедление роста, его не произошло. Вот. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы можем прокомментировать, чем объясняется, что Госдеп выпустил рекомендацию не ездить на Украину. Спасибо. Еще раз, я не очень расслышал. Я вообще не слышал. Госдеп выпустил рекомендацию не ездить на Украину. Госдеп? Да. Я не могу сказать, я об этом не знаю ничего. Но было в новостях. Вы знаете, в Шри-Ланку не рекомендую, а на Украину я не знаю, я не слышал. Может было в новостях, но дальше я прослушал. Давайте, наверное, мы тогда уточним, прежде чем комментировать что-то, поскольку я нигде этого еще не встречал, поэтому комментировать, наверное, мы это не будем. А вот уже в следующий раз, когда мы точно будем знать, что такая рекомендация была, тогда можно будет комментировать, с чем это связано, порассуждаем и так далее. В общем, возвращаясь к экономике. Ну, сегодня, правда, нас опять упрекнули, что чего там экономика, ну что там. Экономика начала подниматься при Обаме, и она поднималась так, что заслуги Трампа в этом нет. Спустя два года это все заслуги президента Обамы. Ну, конечно, а у Обамы все, что плохое было, это вина Буша. Ну, это обычная история. Что называется, пусть говорят. К концу четвертого года срока, если кто-то из них начнет говорить, что все это заслуга Обамы, над ними будут просто хохотать. И еще одно знаменательное событие. Трамп был в Индиане, там была конференция, ассоциация National Rifle Association. Было большое мероприятие, а я не помню точно, что это было, но неважно. В общем, НРА проводила свое мероприятие, на котором выступил президент Трамп. И прямо там, на конференции, он подписал указ о том, что мы выходим из соглашения Организации Объединенных Наций по контролю над оружием. То есть, предысторию расскажу, в соглашение, в которое вписался Барак Обама. То есть, попытки либералов атаковать или отменить, или каким-то образом разрушить, или отщепнуть по кусочку от второй поправки Конституции, направлено владение оружием. Они понимают, что отменить они ее не могут конституционным путем, поэтому они передают часть суверенитета Организации Объединенных Наций. Эту контору я бы разогнал с удовольствием и думаю, что никто бы ничего от этого не потерял, кроме чиновников, которые там жируют, жрут, воруют и так далее. Так вот, они вступили, Обама вступил в соглашение, по которому ООН будет регулировать наше право на владение оружием. То есть, они пытались через эту криминальную организацию, так сказать, лишить нас законного проконституционного права. И Трамп сказал, что так, спокойненько, hold on, ничего подобного мы ратифицировать не будем, и мы выходим из этого соглашения, что является большой победой людей, которые с уважением относятся к Конституции и к правам, которые эта Конституция дарует нам. Большая победа американской Конституции, американского свободного образа жизни. Да, так что я поздравляю всех тех, кто ценит Конституцию, ценит Биль о правах, и в частности вторую поправку всех законопослушных владельцев оружия. А поздравляю всех, это действительно большая победа, потому что все время НРА и, так сказать, люди, которые ценят свободу, относились с большим напряжением к этому и ждали, когда же, когда же они ратифицируют, и он начнется уже, вопреки Конституции, начнут лишать нас наших законных прав. Ну, а сейчас давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Добрый день. Добрый. Вот Шри-Ланка далеко, а вот сегодняшние новости, к несчастью и к сожалению, в Америке ведь тоже церкви горят. Это ужасно. И какие комментарии по этому поводу? Этим не конец, наверное, еще. Да, церкви горят. Церкви горят и в Америке. Ну, вообще, вот этих инцидентов с церквями, с христианскими по всему миру за несколько тысяч. Это самая преследуемая сегодня религия на Земле. Потому что то, что та трагедия, которая произошла в Новой Зеландии, на нее, конечно же, откликнулось все прогрессивное человечество. И все, так сказать, склонили голову, и премьер-министр Новой Зеландии повязала хиджаб на голову, и в знак солидарности приняли закон конфискационный, оружие конфисковать и так далее. В то время как то, что происходит с христианским миром, ежедневно, ежечасно, это никого не волнует. Ну, и такая мирная, или, так скажем, холодная война на христианство ведется и в Америке. Давайте смотреть правде в глаза. То есть в университетах и бесконечные организации, воинствующие атеисты обращаются в судебные органы, судят там какой-нибудь памятник времен Первой мировой войны или гражданской войны в виде креста. И обращаются в суд с тем, чтобы убрать его, снести, разрушить, потому что это оскорбляет чувство атеистов и чувство других представителей других религий. Это происходит повсеместно. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Добрый день. Моя реплика по поводу последнего выступления. Пока не найдется новая Жанна Д'Арк, которая может выедино собрать наше отечество в опасности. Так и будет продолжаться. Отечество в опасности. Ну что. Давайте поговорим о том, что происходит. Вот мы касались этой темы сегодня уже Конгрессом, Супина, которые бесконечные там по 158 миллионов повесток выписываются всем подряд. Доклад, мало того, что без купюр, так еще все материалы большого жюри, что является на самом деле противозаконом. Существует закон, который запрещает придавать огласки материала большого жюри. Нет, председатель комитета юридического Джеред Недлер заявляет о том, нет, мы будем требовать все, 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 все. Понятно, что ничего нового они там не найдут, но вот это такой шабаш. Они ищут ничего нового. Они ищут все, на что можно зацепиться. Все, что можно вырвать из контекста и о чем можно поговорить. Проблемы демократов на сегодняшний день, у них две, так сказать, крупных проблемы, с моей точки зрения. Первое, что у них нет программы. А второе, что любая программа, которую они будут сейчас вводить, там экономическая и прочее, будет говорить о том, что давайте улучшим жизнь людей. Ну, ребят, на три-два десятых процента каждый год улучшается. Вы все время пытались улучшать жизнь людей, и у вас максимум один процент роста был GDP. Дальше что они, так сказать, давайте отнимем и распределим. Тоже программы не очень хорошие для работающих людей, да? Там надо помогать, надо... То есть им нужно выискивать, скажем, тему типа здравоохранения. Тоже с ней очень сложно им будет, потому что что они хотят? Перевести нас всех на то, чтобы все было как в Советском Союзе. Они говорят, там вот, там в Англии хорошо, в Канаде хорошо. Как только они запишут это в качестве пункта в своей демократической партии платформе, то мы начнем тут же выяснять, что не совсем все там хорошо. И что в Канаде, например, только в прошлом году в одном городе Торонто 472 раза просто интересовался этим. Не принимали людей, которые умирающие были, нужно срочно делать операцию. Вообще отправляли их домой, потому что нету места. Просто нету места. Отправляли домой. То, что люди спят раньше на кроватях, а сегодня просто брошены на матрасах, на тряпках в коридорах там, то это тоже нормальное дело. Не в каждом госпитале, да? Но есть целый ряд областей, в которых это происходит. То есть, как только они очень четко и конкретно будут говорить о том, чего они хотят добиться, они либо попадут в то же самое, что пытается добиться Трамп, либо они должны что-то такое выдумывать, чисто эмоциональное. Вот, там детей сажают в клетки. Ну, детей в клетки сажают. И т.д. То есть, выдумывать надо что-то такое, чего на самом деле не происходит. То есть, если залезть глубоко, то выясняется, что и последнее, что у них остается выдумывать, это что имеет в виду Трамп, когда он сказал вот это и вот это. Вот для этого им и нужно весь тот самый материал, который можно выкопать из Мюллера, и можно выкопать из трамповских, у него сколько там компаний, так сказать, 500 компаний с лишним и тысяча источников дохода у Трампа. То есть, вот из всего этого уже, ага, он там деньги вложил во что-то, а эта компания построила там, я не знаю, там портсигары и продает, то есть, иными словами, Трамп хочет все, вы все задохнулись и умерли от табака. Ну, вот за этим же охота идет. Нечего им предложить народу. В этом проблема. Ну, да, и потом ведь CNN, MSNBC, ABC, CBS, им же надо о чем-то говорить, и надо говорить о чем-то, на чем они делали бабки, то есть, какой-то негатив на Трампа. И вот они будут бесконечно подкидывать им темы, иначе они утратят вообще смысл существования своего. После того, как вышел доклад Мюллера, CNN потерял не то 30, не то 50 процентов своего. CNN 50, а MSNBC 32. Иначе о чем говорить? Ну, конечно, когда на CNN выходит Клайпер и говорит о том, что да-да-да, по-моему, да, Трамп, по-моему, да, компромазм, да-да-да. А когда на MSNBC выходит Бреннон и говорит о том, что я думаю, что он работает в Интернете, он предатель, он трейдер. Он предстал родину, да. Он предстал родину, да. Но более того, они же с ними выпускали людей из правительства, Конгресса и Сената. Которые сообщали, что у них есть информация, она просто вам еще неизвестна. А мы уже ее видели. У нас она есть. Что Трамп предал родину, что он с русскими, что он то, что он все это, пятое и десятое. То есть, когда выяснилось, что все это бред и людей, так сказать, сколько времени, год с лишним, два года водили за нос, но народ озверел. Кому-то просто стало скучно, потому что он надеялся, что Трампа, так сказать, скинут, поэтому от злости не смотрят. А кто-то решил про себя, за тебя не слушать этих голубонов. Давайте принять звонок. Добрый день, пожалуйста. В эфире у нас времени остается мало, поэтому очень коротко. Здравствуйте. Уважаемый ДОН, вот объясните, пожалуйста, как такой замечательный штат, как Аризона, избирает двух совершенно противоположных сенаторов. Очень хороший, консервативный союзник Тедокруза Майк Лейт и такой неадекватный почти демократ, как Ромни. Как это может уместиться в одном и том же штате? Штат Юта вы имеете в виду. Да, извиняюсь. Штат Юта. Юта, да, я так сказать, да. Ну, во-первых, и тот, и другой не демократы, и тот, и другой республиканцы. Во-вторых, не забывайте, что Ромни Мормон с огромными связями в этом мире, а там, что Мормоны, так сказать, скажут, то и происходит. Поэтому то, что его избрали, так сказать, я не вижу никакой проблемы, он консервативный штат, они избрали одного из самых консервативных сенаторов в нашем сенате, в нашем правительстве. А второго они избрали просто своего, он самый красивый, самый, так сказать... Мормонистый. Мормонистый, да, я пытался искать то слово, не те, которые были. А то, что он время от времени делает вот этой глупости и эхидею, показывает, что он, наверное, не был бы очень хорошим президентом, если бы... Ну, он лучше был бы, чем Обама. Но, может быть, не был бы хорошим президентом, вот, как и показал Маккейн, что он был бы просто завал, а не президент. И всякий раз, когда Ромни выходит с какой-нибудь очередной глупостью, мне это напоминает, что, будучи губернатором штата Массачусетс, он протолкнул, по сути дела, вот такой мини-Обамакер. Ну да, модель, с которой, так сказать, все и началось. Леон, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до свидания.